Ну а сейчас о настоящем самородке в мире музыки. За время пандемии артист Олег Погодин успел выпустить аж три альбома. Откуда такая продуктивность и какой счастливый случай заставил талантливого вокалиста влюбиться в жанр романса? Сейчас все узнаем. Он тот, кто смог, вопреки всем прогнозам продюсеров, достигнуть успеха в жанре, который до его прихода считался утратившим популярность. Романсы в исполнении Олега Погодина будто обретают вторую жизнь и новую волну успеха. Сам артист признается, и спустя три десятка лет в профессии он по-прежнему беззаветно влюблен в музыку. И приупевая в тысячный раз знакомые слова или слушая произведения в чужом исполнении, он все равно будто снова и снова пытается прочувствовать его всем сердцем. И глядя на выступления юных конкурсантов «Синей птицы», Олег невольно вспоминает и свое наполненное музыкой детства. А петь он начал очень рано. И так же рано его творчество оценила публика. Слух о мальчике, который не просто попадает в ноты, а еще так точно по-взрослому расставляет интонации, разлетелся очень быстро. Свои первые незапланированные концерты Олег Погодин давал в парикмахерской. Народ собирался во время каждой его стрижки. Мастер и ее напарница сразу же просила пой. И вот так вот как бы сидишь там и час поешь. И люди собирались, и где-то и на улице это было. Для меня это было естественно, знаете, как птицы поют. При том, что в семье Олега не было ни одного профессионального вокалиста, его родители были научными сотрудниками в машиностроительном институте. Своё детство артист называет самым обычным, сравнивая с советскими фильмами вроде «Электроника» или «Приключения Петрова и Васечкина». Единственное отличие – любовь к музыке. Петь Погодину было на роду написано, причем буквально. Погодин в переводе на современный русский язык – это фактически поющий. «Видно, от судьбы не уйдешь», наверное, именно так и решили родители, которые сначала отдали мальчика в музыкальную школу, а потом, услышав объявление, решили отвезти ребенка на прослушивание в детский хор Ленинградского радио и телевидения. Они жили тогда на окраине города, и путешествие длиною в час в Центр культурной столицы и само здание, где проходил конкурс, совершенно поразили юного певца. Это было совершенно таким, знаете, потрясающим впечатлением, как будто ты попал не только в столицу, но и в иную эпоху. Именно там он впервые ощутил какое-то странное чувство. Я никогда не сомневался, что я спою хорошо. То есть у меня по жизни не было этого препятствия, а вот смогу ли я спеть? Нет. И, соответственно, не было никогда препятствия в том плане, понравлюсь ли я слушающему. То есть я знал, если я спою, как я пою обычно, то я понравлюсь. Но в хоре это был конкурс. Он не нервничал, наоборот, в нем проснулся живой интерес и некий азарт. Его сразу приняли в хор и больше того сделали солистом. Неплохое начало карьеры для девятилетнего мальчика. Нечто сродни памятнику, установленному при жизни его голос, записывают на пластинку 80-х. Это имело примерно такую же значимость. Радио, телевизионные, концерты и гастроли его начинают узнавать на улицах. У него появляются первые поклонники и первые же завистники. Но в силу своего возраста он пока не осознает всей своей звездности и принимает все как должное. И в столь юном возрасте ему пришлось столкнуться с сложностью, которая была понятна многим его взрослым, коллегам. Но малышам из детского советского хора это даже тогда казалось чем-то диким. Гастроли за границей, а точнее сложности, связанные с выездом в ГДР. Всядли детей. Там 8-12 лет, мне было 10. Инструктаж в каком-то отделении района, по-моему, комсомольском, все-таки уже даже не пионерском, комсомольском. Как мы должны понимать то, что мы увидим? О том, что еще люди не настолько зрелые, политические, чтобы понять, что не должно быть ни частной собственности, ни многопартийности. Это буквально вот так объясняли. В Германии подростков поселили в местные семьи, и они смогли окунуться в совершенно иной мир. У них был свой частный дом, у них было две машины, и мама, у нее был маленький частный магазин прямо в этом доме. У него остались очень теплые воспоминания о той поездке. Уж очень хорошо его принимали зрители. И, естественно, после гастролей он лишь окреп в своем желании быть артистом. Закончив школу в 16 лет, он попытался поступить в консерваторию, но получил первый в жизни отказ. Погодин оказался слишком молод для учебного заведения. Чтобы не терять целый год, Олег принимает неожиданное и смелое решение подать документы в театральный вуз. И именно этот шаг становится тем самым шагом навстречу судьбе. Конкурс 130 человек на место. Олег Пронзителя читает стихи и басню, с трудом справляется с заданием по предмету танцы. Но студенческий билет в итоге получает благодаря спетому романсу «Гори, гори, моя звезда». Он стал для меня таким определенным пропуском, как мне уже спустя 20 лет рассказывали педагоги, что фактически взяли в первую очередь по причине того, что я пел этот романс. Ну, пел хорошо. Многие уроки, полученные в театральном вузе, пригодились ему в будущем. Но одно задание запомнилось ему особенно сильно. Олегу нужно было подготовить выступление по творчеству Александра Вертинского. Вот без вообще миллиметра какого-то кокетства сейчас, я говорю, действительно я был крайне огорчен и расстроен, что мне вот дали это задание. Но готовясь к отчетному выступлению, студент прочел биографию великого артиста, начал вникать в материал, и уже спустя две репетиции он понял, что нашел свой жанр, свое призвание, то, чем он хочет заниматься в будущем. Не было бы задания, не факт, что мир бы когда-то узнал исполнителя романцев Олега Погодина. После окончания вуза он сначала работал в театре. Сложный 90-й год, мизерная зарплата. Были какие-то подработки. Подработки какие? Соответственно, сам с гитарой. И там я пел то, что мне нравилось, то, что было мне близко. Эти подработки и стали началом его звездного пути. И вот три десятка лет, 20 альбомов и 500 романцев спустя Олег Погодин вновь готов вернуться в театр. Точнее, мечтает об открытии своего собственного. Немножко звучит безумно, потому что время наше сейчас как раз оно наоборот, оно разорительное для театров. Но вы знаете, вот может стоит надеяться на счастливый случай. Олег Погодин будто родился под счастливой путеводной звездой. Уж очень много совпадений. Просто повезло или это судьба, а может быть призвание. Но хочется верить, что и в этот раз произойдет такое же маленькое чудо. Ведь удача любят тех, кто готов воспользоваться каждым ее подарком.